Всем привет! Вы на территории Империи Зла, и я вас приветствую из славного города Ульяновск. Место рождения Владимира Ильича Ленина, город, который раньше назывался Симбирск. В принципе, знаковое место в российской истории и в российской географии. И сейчас, 25 февраля 2023 года сюда нелегкой воле судьбы занесло в Санкт-Петербургский Зенит. Он не смог пробиться с первых двух мест в Пусть РПЛ, и теперь вынужден играть вот здесь, чтобы продолжить борьбу за Кубок России. Учитывая, что это конец февраля, Зенит играет на очень снежном поле, которое, к тому же, не самого лучшего качества. Но перенести матч на какую-либо другую арену, РФС наша доблесть отказалась. И знаете почему? Потому что Боще подняли фаната Спартака. Фанатам Спартака показалось жутко несправедливо, что Зенит хочет играть в более нормальных условиях. Но Зенит — это мужики. Они ушли играть, а не ныть. И вот сейчас, с самого начала матча, начинают они школам атак на хозяйский ворот. В этой игре, в которой я играю про Лиг Сокер, нет. Клуба Волга Ульянска, есть только клуб Волгари, но на самом деле это не важно. Зенит в любом случае играет достойно. Ну, сейчас, конечно, могли хозяева забить, но не забили. И даже сейчас не забили. Хотя момент был 0-0. В защите у нас играет Круговой, Чистяков, Алип, Адамов. На воротах стоит Адоевский. Семак видит его не основным вратарем. Но можно сказать, что на этот матч у нас вышел резерв. Из основных можно выделить только Клаудинио. Клаудинио все-таки вышел на этот матч с первых минут. В запасе еще остался Вендела Касьера. Но можно его еще Ивана Сергея выделить. Потому что Сергеев тоже зачастую уходит в старте. Но в остальном, и в основном, кто Монтуан, Бакаев. Тоже Адамов, тоже Чистяков. Тоже Мостовой. Атакуют Волга и еще раз бьет в штангу игрок хозяйской команды. Это неприятно на самом деле. Надо отводить игру подальше от ворота. Вот Бакаев получает мяч и ускоряется по направлению к чужим воротам и бьет неотразимым ударом. Браво, Бакаев. 0-1. Короткий, как у Колфе товарищка, выпадет Зенита. В контратаку и неотразимым ударом Бакаева. Бакаев вообще в Спартаке и в тульском арсенале. Слава всем, что умеет закрутить мяч в дальний угол. Без шансов или разряда. Ну а здесь Монтуан. Монтуан, конечно, в проигу не очень с выдумкой, если так политкорректно. Но называю вещи своими именами просто безхитростно. И воротарь, конечно, справился. Мог отдавать пас на Сергеева, но не отдал. Вот это ошибка. Помарка, вернее сказать, Адамова, которая могла превратиться в большую ошибку, но, к счастью, не превратилась. Это Сергеев не успевает за мячом и получает арбитр желтую карточку. Счет 0-1 в пользу Зенита. И он пока что показывает, что команда за берегов Невы, это команда мужиков, которая может даже здесь биться и добиваться результата. Кто-то может вспомнить две штанги от Олги. Ну, вспоминайте. Счет на табло. 0-1. А вот здесь Али проспал. Но Андойский молодец. Вовремя вышел из ворот. Сергеев не совсем удачный пас в сторону Бакаева. Тем не менее, до Зельмхана мяч все-таки доходит. Зельмхан видит ускорение от Клаудини. Клаудин, кстати, успевает за мяч это добороться и выиграть борьбу. И Сергеев бьет. Но воротарь вручает. Вообще не помешал во второй гол перед перерывом. Для уверенности, в первую очередь. Но пока что счет 0-1. Бакаев отбирает мяч. Очень активный Зельмхан. Сделает просрельную передачу. И Монтуан 2-0. Да. Браво. Монтуан в касании переправляет мяч в ближний угол. 2-0. Очень уверенное преимущество после первого тайма. И по счету, на самом деле, по игре. Опять же, кто-то может вспомнить две штанги. Но больше, кроме этого, момента в фолге не было. Ну а Зенит свои моменты довел до голов. Бакаев. Сергеев успел сделать пас на Монтуана до того, как съестнят арбитеры Монтуан. И смотрите, доборолся Монтуан и Сергеев не попадает. А мог быть счет 0-3 уже после первого тайма. Представляете себе? Как бы расплакалась Москва, увидев, что Зенит даже в такой обстановке, даже при такой ситуации, выигрывает у Ульяновской Волги 3-0. Что даже такая обстановка не способна выпить нас с клей. Ну, в принципе, они и так не радуются. Мостовой Монтуан слева неожиданно бьет и неуверен вратарь Волги. Уверен, Зенит идет к победе. Статно. По-аристократически. Чистяков неожиданно оказался в роли крайнего инсайда. Навешивает. И Каудини зарабатывает на себе форму на желтую и штрафную, которую сам же Каудинию будет подавать. Идет подача на ближний, удар. И вратарю пришлось изрядно попотеть, что будет еще этот мяч. Вообще, Зенит пока переигрывает в одну каретку. И смотришь, как удар. Мертвишь просто мяч вытаскивает вратарь Волги. Алип. Контратака. Не спать. Круговой. Круговой как-то не особо активно пошел в борьбу. Адамов поскользнулся на ровном месте. Опасно может быть передача, удар. А Дойевский выручает. Вот это первый за долгое время действительно опасный момент Волги. Первый как раз после этих двух штанг. Фамилии Волги. Вернее, Волгаря. Тут все не настоящие. Но, в общем-то, настоящие вы не знаете. И можно сказать, что никогда не узнаете. Конечно, вы можете узнать, но это ну-нэйма, как принято говорить в таких случаях. Подача. Ну, Алип. Алип молодец. Поставил корпус. И заставил на себе нарушить правила. Адамов, Чистяков. Здорово. В одно касание через пас выходит зенит из обороны. Лаудиньо. Проходит. А вот пас какой-то слабый. При счете 0-2 можно себе позволить. Выходит на поле Венделл вместо Кузеева. В центр поля. Дирижировать. Ну, и Волга пытается что-то противопоставить зениту. В ответных контратаках. Надежда в основном московских болельщиков на косяки Алипо. Но пока Венделл пользуется косяками уже хозяйской обороны. Вводит Монтуан 1 на 1. Монтуан пас на Бакаева. Бакаев бьет. Ну, как-то не совсем уверенно. Тем не менее, счет на табло 2-0. Зенит пока сверх уверенно проходит дальше. Даже вот этот обиль не реализованных моментов, оно не говорит о какой-то слабости зенита. Оно скорее говорит о том, что зенит сильный. Что может столько моментов создавать. При этом не пропускает свои ворота. Кассиер здорово. И пас вперед. Но Монтуан, конечно, не успеет к такому мячу. Пытается атаковать Волгу, но ошибается. Обрез в своей половине поле. Браво. Браво. Зенит и Монтуан зарабатывает на себе. Фолл на желтую. Вообще, по совести, это красно. Потому что это фу-пласседина одежда. Но желтый штрафной. Монтуан бьет и забивает. Красиво. 3-0. За срафного. Дубль Монтуана. Зенит очень уверенно выиграет у Волги. В Ульяновске 3-0. Ну и все вот эти вот злопыхатели, конспирологи, они, как бы сказать, сели в лужу. Столько они уже говорили о том, что Зенит в Снегу в Ульяновске сыграет неуверенно. Столько они уже говорили, что Зенит опозорится перед родными болельщиками. Что-то пока не совсем спешит Зенит опозориться. Конечно же они сменят методички и скажут, что ура, Зенит обыграл Великую Волгу. Что-то было бы, например, позорно, если бы Зенит не обыграл. Но вот так радоваться, что Зенит обыграл какую-то Волгу. Зенит обыграл Волгу, я бы в очередной раз спустил вас в лужу. 4-0. Бакаев забивает четвертый гол. Бакаев забивает впервые в Кубке России за Зенит. Молодец, Бакаев. Молодец, Зенит, в принципе. С одной стороны, да, Зенит сделал то, что должен сделать, но за другой. Нельзя не принять во внимание то, что изначально водные были не в пользу нас. Что Зенит играл в нехтепречных условиях, что нам пришлось выехать вот сюда, нам пришлось играть в снегу на не особо качественном поле. Но мы справились с собой. Мы достигли цели. Обыграли Волгу 4-0. Ну, может, 4-1, на самом деле, неважно. Нет, даже не 4-1, а Адойский просто молодец. Очередной сухарь. И еще одна атака Зенита. Могла бы быть, если бы он успел от этого мяча первый. В принципе, крупная победа. Разгромная победа. Вызная. Непростая. И важная. На самом деле, важная. Кассиера делает пас вперед. Бакаев вряд ли успеет к этому мячу. Но Бакаев все равно прессингует. 4-0. Браво Зенит. Браво Санкт-Петербург. Ну, а вам, болельщик Спартака, я могу сказать только одно. Происки врагов настолько раззадорят. Бакаев, кстати, дубль оформил. Не первый гол он забил. А второй в кубке. Бакаев.